А вы обратили внимание, что сейчас почти все молча это делали? Вас хватает кто-то непонятный и, скорее всего, куда-то потащит, да? А вы молча, а так оно и будет. Дыхания нет, вы уже устали. Я позову на помощь сейчас. Итак, рассматриваем, мы сейчас разберем один захват, самый базовый. И на его основе найдем решение всех захватов. Потому что все захваты предусмотреть нельзя. Ну как, вот я 10 вам покажу, а хватит 11. Покажу 20, а хватит 21. Мы попытаемся разобрать принцип. Насколько вы его усвоите, окей. Вот я вас хочу. Допустим, вот базовая ситуация. Вас схватили за шею. Опасно? Ну, в общем, да. В общем, да, за шею это опасно. Вообще, зачем вас было хватать? Первое, обездвижить, прижать где-то к стеночке, обшманать, забрать мобильник. Второе, переместить в багажник близлежащей машины и везти в лес. Это вообще плохая примета. И третье, непосредственно самим захватом причините вам вред. То есть я прижал, бам! Либо... Любой захват опасен. Вот это опасно? Конечно. Если я дотронулся, я могу ударить. Зачем дотрагиваются? Дистанцию щупают. Ага, поехали. Любой фигуристический контакт, любое прикосновение к вам опасно. Человек, который может до вас дотронуться, схватить, может прыгнуть вас ножом. Никто не имеет права вам прикасаться. Любой контакт, рвем дистанцию, меня козел. Итак, захват опасный, непосредственно имеющий цель вас убить. Захват за шею. Что вы можете сделать в такой ситуации? Подумали. Ударить в пах. Все говорят, ударить в пах. Что я сделаю, если меня ударят в пах? Я от боли сожму руки. Яйца поболят и перестанут, она уже не очухается. В первую очередь мы убираем угрозу от себя. То есть я должен убрать руки со своего горла. Выбирайте. О, начинаем соревноваться. У кого руки сильнее? Скорее всего, у того, кто вас хватил, будут руки сильнее. Ну, как-то мне тупо хватать кого-то, кто сильнее себя, правильно? А вдруг нет? А вдруг нет? Поймешь попробовать? Интересно. Ну, сейчас попробуйте у меня. Мне просто интересно. Ну, давайте. Хорошо. Только падать не следовало. Чем я душу? Давайте разберемся. Что является удушкой? Пальцами. Я не могу задушить человека, если я не использую большие пальцы. Логично? Не важно, какого размера у меня тут бицепсы, трицепсы и прочее. Достаточно убрать с горла большие пальцы. Поэтому... Иди сюда, он здоровый. Возьми меня за шею, только аккуратно тут петлиться. Если я начинаю работать с его бицухами, бицухами, это вопрос, кто сильнее. Если я работаю с его большими пальцами... Я вижу, где они там? Нет. Поэтому я завожу руки, как можно ближе к своей шее. Завожу два крючка. И развожу руки в сторону. И как... А может быть, наверное, импровизированная шея вот здесь? Конечно. Нет, вот тут вот, чтобы было видно, как вы забыли к рук, чтобы у вас там лишь борода и все. Я не обхватываю, потому что бывают такие руки шхер обхватишь. Просто крючки завел, локти смотрят в стороны. Здорово. Кто у нас здесь? Можно вас поставить вот так две руки? Две руки? Нет, ладошками. Я буду свалить, а вы держите. Это я прилагаю что? Силу. Сейчас то же самое. Импульс силы. То есть, если меня взяли за шею... Да не тащите руки в сторону. Разрываю. Резко. Все, что мы делаем, мы делаем резко. Что он сделает, когда я разорву руки? Он меня боднет, скорее всего. Он же меня душил. У него был импульс движения на меня. Делай. Раз. Я получаю лбу в нос, это больно. Поэтому я одновременно убираю корпус назад. Ну, а нога в пах это всегда самое. Прием в целом. Произошел захват. Руки поднялись, крючки сформировались. Двинули, руки смотрят в стороны. И прибывали одновременно. Руки в стороны, корпус назад, колено вверх. Не сложно на самом деле. Можете сделать по очереди. Раз, два, три. Потом два. Раз, два. И потом один. Пробуем. Порвать тельняшку на груди. За ВДВ. У нас возраст 12-18. 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Касания. Мы расходимся до сих.